Косымжимар Тукаев обратился с посланием народу впервые. 10 августа сам глава государства объявил, что в послании народу будут высказаны поручения парламенту и правительству по ужесточению наказания за наркодилерство, педофилию, сексуальное насилие и другие тяжкие преступления против личности. И сегодня глава государства отметил, что политические реформы будут выполняться постепенно, но уверенно. Только путем постоянного конструктивного диалога о народе и власти может строиться и развиваться государство. Сейчас с нами на связи Зарина Ахмеджанова. Она находится в Можилии 7 парламента. Зарина, добрый день. Тебе слово. Добрый день, Гульнара. Только что завершилось выступление президента Казахстана Косымжимар Тукаева. И я отмечу, что в зале заседания депутаты Можилии Сената и члены правительства собирались задолго до прибытия главы государства. А сам Косымжимар Тукаев традиционно проявил пунктуальность и ровно в 11.00 открыли пятую сессию заседания парламента. Одной из первых задач, которую глава государства поставил перед органами власти, это быть открытыми, говорить и слышать чаяния казахстанцев. Также обратил внимание на законодательство о митингах. Призвал местные исполнительные органы давать разрешение на проведение мирных акций, если они не нарушают законы, там нет хулиганства. И также призвал выделять не на окраине площадку, а в центре города. Также реформа ожидает правоохранительные органы. Для этой реформы выделяется 172 миллиарда тенге. В том числе эти средства будут направлены на улучшение жилищных условий и заработных плат полицейских. А в целом полиция, которая ассоциируется с карательными мерами, уйдет в прошлое. Они перейдут в формат работы по типу цонов, то есть будут оказывать услуги казахстанцам и помогать им в решении проблем. Также, как и было до этого, как до этого глава государства анонсировал, преступления против личности и в том числе по браконьерству будут ужесточены. Наказания по ним будут ужесточены. В целом, еще стоит отметить, что реформы коснутся судебную систему, налоговую систему. Ну и резюмируя, добавлю, что глава государства отметил, что занимая гуманизацией Уголовного кодекса, нельзя делать это в ущерб безопасности общества. И диалог населения с властью, улучшение связи общества с госорганами – это главный приоритет. На этом у меня пока все. Гульнара, передаю вам слово. Спасибо. Я напомню, на прямой связи со студией из парламента была Зарина Ахмеджанова. Оттуда сегодня к казахстанцам с посланием впервые обратился президент Казахстана. Отмечу, что по статье 12 Конституционного закона о президенте глава государства уполномочен обращаться с ежегодным устным или письменным посланием к народу о положении в стране и основных направлениях внутренней и внешней политики республики.